Владимир Айзикович, я знаю, это в течение последнего года. До этого я слышала очень много хороших, теплых слов, что это очень интересный человек, яркая личность, незаурядно, что у него очень интересные тренинги. И как-то сама собой возникла идея пригласить его в наш центр, поскольку у нас происходят встречи с интересными людьми. Добрый вечер, друзья. Я вот в такой организации вашей в первый раз. И благодарю Лену Страстенко за то, что она пригласила. Потому что где-то знаю, понимаю, что здесь собирается народ мудрый, который умеет всякую важную информацию использовать с пользой для себя. Поэтому я очень надеюсь, что то, что я сегодня вам буду говорить и рассказывать, вы сумеете использовать для себя с большой пользой. И для меня это будет самая большая, наверное, награда. То, что мне удалось понять, разобраться в каких-то вещах и рассказать об этом. Вы воспользуетесь где-то чем-то, и это принесет вам какую-то пользу и в вопросах здоровья, и в вопросах личной жизни, и в вопросах деятельности вашей. То есть то, о чем я буду сегодня говорить, оно в принципе настолько универсально, что позволяет использовать в самых различных областях. Вот Лена назвала вам несколько моих, так сказать, статусов, чем я занимаюсь. Это далеко не все. Поэтому то, что я знаю и чем я руководствуюсь, в общем-то, позволяет мне достаточно интересной жизнью жить, насыщенной жизнью и разнообразной жизнью. Поэтому думаю, что то, что буду говорить, представит для вас какой-то определенный интерес. Откуда взялись вот эти вот темы, связанные с человеком в системе единого живого мира, связанные с тем, у меня вот есть целая серия тренингов, допустим, посвященных вопросам самовосстановления, оздоровления. Откуда это все взялось? Это все взялось от того, что, ну, в общем-то, я человек любознательный, и мое любимое занятие – это думать. А вот то, что в ходе думания и размышления приходит, я этим стараюсь делиться с другими. Ну, а толчками вот к тому, чтобы задумываться над этими вещами, является то, что вот кроме того, что Лена сказала обо мне, я еще и практикующий целитель. То есть ко мне люди обращаются с самыми разными проблемами, с самыми разными вопросами по жизни. Я уже этим занимаюсь больше 15 лет и тоже достаточно большой опыт в этом плане приобрел. И когда меня спрашивают часто, вот, скажите, пожалуйста, а вот та болезнь, которой я болею, она неизлечимая? И что вы относите к категории неизлечимых болезней? Я говорю, знаете, моя уверенность в следующем. Нет неизлечимых болезней, есть трудноизлечимые пациенты. То есть вопрос в конечном итоге заключается в том, насколько мы поняли, осознали, нашли, будем говорить, способы так настраивать себя, так настраивать свой организм, так включать свой организм в работу, чтобы он сам занимался самовосстановлением, самоисцелением и другими интересующими нас по жизни вопросами. Ну вот за свои 64 года я очень редко прибегаю к услугам медицины, хотя у меня жена врач профессиональный, заместитель главного врача в одной из больниц Днепропетровских. Но тем не менее я стараюсь как-то вот обходиться без таблеток, без лекарств, там еще без чего-то. Потому что у меня глубокая убежденность и понимание того, что человек в принципе сам может сделать так, чтобы он выздоравливал. Запустить механизмы самоисцеления, механизмы выздоровления. Кто-то начинает говорить, что это вот некие экстрасенсорные способности. Это надо включить у себя эти экстрасенсорные способности, и тогда мы можем что-то делать. Знаете, я бы, наверное, глубже прислушался к этим вещам с позиции того, что надо экстрасенсов из себя делать. Если бы 5 лет не руководил обществом содействия людям с необычными способностями в Днепропетровске, то есть я достаточно хорошо знаю, что это такое, что это за возможности, откуда они берутся у людей. И, в общем-то, у меня глубокое убеждение в том, что каждый человек, он сам по себе экстрасенс, обладающий колоссальным потенциалом и колоссальными возможностями, которые позволяют ему находить выход практически из любой ситуации. И в этом отношении вопрос заключается только в одном. А знаем ли мы, как это все делать? Я не собираюсь сегодня проводить занятия по экстрасенсорике, открывать третий глаз или четвертое ухо. Не знаю. Я этим когда-то пытался заниматься, но потом перестал, потому что понимаю, что, скорее всего, это не тот путь, по которому нужно идти. А вот по какому пути идти нужно для того, чтобы потенциал человека раскрыть? В самых разных вещах, не только со здоровьем. Вот мы уперлись чаще всего от прикладной области, это здоровье. Вот моя задача взять и здоровее стать. Далеко не в этом. Прикладная, наверное, часть заключается в том, что как только мы начинаем себя как человека осознавать, что мы из себя представляем, какой потенциал в нас творцом заложен, какие у нас возможности есть, и начинаем эти возможности использовать, не какие-то сверхъестественные. У меня вообще глубокое убеждение, к примеру, если бы ясновидению учили в школе с первого класса, к примеру, так, как учат математики, физики и прочим. У нас бы все были ясновидящие, а те, кто считать научился, были бы экстрасенсами. То есть все зависит от того, что мы развиваем, что мы в себе раскрываем, какие качества мы в себе как бы вот компьютерный язык такой инсталируем. Ну, а ключик к разгадке всего этого, он, естественно, у нас, в наших головах, как это принято считать. И для того, чтобы вот немножко об этих вещах рассказать, я сделаю такое введение, которое я достаточно часто использую, оно почему-то хорошо работает. Это своего рода притча, своего рода история. История такая образная. Берег реки, рыбак стоит, ловит рыбку. Удочку забрасывает. Хороший рыбак забросил, вытащил, забросил, вытащил. Народ собрался, все ж любят смотреть, когда хорошо кто-то что-то делает, да? Любопытных много. Но обращают внимание, вроде все нормально, но что-то немножко не так. Вот он рыбку вытащил, взял линейку, измерил эту рыбку. Какую-то выпускает, какую-то оставляет. Ну, в общем-то, нас этим не удивишь, потому что сегодня и в телепрограммах везде показывают, как рыбаки ловят, измеряют и отпускают. Разница заключалась в том, что он маленькую рыбку оставлял, а большую отпускал. Вот народ понять не может, что ж это такое, что он такое творит. Ну, и подходят к нему, спрашивают, слушай, объясни, по какому принципу ты действуешь? Вот почему ты эту рыбку оставляешь, а эту выбрасываешь? Ты говоришь, а что тут думать? Все очень просто. У меня дома сковородка диаметром 30 сантиметров. И все, что на эту сковородку не укладывается, я ее отпускаю, выбрасываю. Казалось бы, все просто, да? Вопрос, а что это за сковородки? Кроме вот этого рыбака, где эти сковородки? А эти сковородки, оказывается, у нас вот здесь, в нашем сознании, наш разум так устроен, что то, что не укладывается, мы отбрасываем. И оказывается, то, что мы знаем о нашем мире, о человеке в этом мире, о том, какие мы на самом деле, не укладываются в сковородки, связанные с нашим образованием, чему нас учили, с нашими представлениями о мире, о жизни. Ну, а раз не укладывается, мы это дело отправляем. Более того, все, что не попадает сюда, мы даже и не пытаемся как-то затянуть и переработать. То есть, проблема сегодняшнего времени нашего – наши сковородки. Проблемы нашего нездоровья – наши сковородки. Проблемы наших неудач и неуспехов в нашей жизни – сковородки. Сегодня модный термин – расширение сознания, который можно перевести как «расширение сковородки». Расширить сознание – это значит принять то, чего мы не принимали, то, чего мы не знали, то, чему нас не учили. Если кому-то более такая формулировка нравится, детективная, что от нас тщательно скрывали в течение многих лет. Задача – расширить сковородки. А вот чтобы расширить сковородки, по какому пути нужно идти? По какому пути пойти? Можно расширять, как мы думаем, сковородку, глубоко изучая тот или иной предмет. Чем глубже я разбираюсь в той или иной проблеме, тем лучше. Мы глубину сковородки увеличиваем часто, сужая ее диаметр. То есть, для того, чтобы уйти от термина, немножко унизительного для человека, вот эта вот сковородка, давайте перейдем к другому. Наше мировоззрение. Как мы видим окружающий нас мир? Как мы видим себя в этом мире? Как мы видим те возможности, которые жизнь нам представляет? Есть множество так называемых мировоззренческих парадигм или систем взглядов, которые описывают то, вокруг чего все крутится, тот мир, в котором мы живем. Их очень много. Они часто не совпадают одна с другой. И мы начинаем спорить, доказывать, а кто прав, кто не прав. С одной стороны, вроде правильно, а с другой стороны, на секундочку, принять во внимание, что какие бы противоречивые взгляды, высказывания у людей были, оценки, какими они противоречивыми не были. Они все правильные. Вот мы устроены так, что вот нам обязательно надо, чтобы вот это было правильным, а вот все остальное неправильное. Мало того, вот есть люди трудносовместимые, да, никуда не денешься от этого. У нас, у людей разные группы крови, да, и они не всегда совмещаются одна с другой. Вот так и с энергетикой тоже есть трудносовместимые, есть несовместимые энергетики. И не дай бог попадаем, что мы с соседом живем, с которыми наша энергетика не совмещается. Это значит, другие принципы какие-то должны быть. В подборе жилья, в оценке всего этого хозяйства. Я уже не говорю о природных каких-то формах. Мы много знаем о геопатогенных зонах сегодня уже. Слышали, наверное, об излучениях земли. Знаем, что где-то когда-то, в старые добрые времена, да еще и до сих пор, в каждой деревне, наверное, есть человек, который определяет, можно на этом месте строить или нельзя на этом месте строить. Он приходит, смотрит, или берет там лозу, или какой-то свой инструмент, говорит, вот это место для строительства худое. А вот это доброе. Что у нас с современным строительством происходит? Где у нас застройки идут? Очень часто строятся где? На пустырях. Там, где раньше никто никогда не строился. Лишь бы площадка была, да? Место под площадку выделили. Желательно поближе к центру города. Вот нас в Днепропетровске на склонах Днепра строят. Самое элитное жилье. Но там никогда не строилось это худое место. И человек, который туда вселяется, он за свои очень хорошие деньги получает благоустроенный склеп для своей семьи. То есть, получается, вот очень многое из того, что знали наши предки. Прекрасно знали. Из того, что знали каких-то несчастных там 70, 80, 100 лет назад это было нормальным совершенно. к этим прислушивали с рекомендациям. Принимали эти рекомендации. Мы сегодня все это отмели, забыли и делаем то, что мы хотим делать. То есть, ну, вот знаете, иногда просто диву даешься. С другой стороны, вот как-то, когда я рассказал своим знакомым некоторым о том, что происходит, начали руки потирать. Так, это им правильно. Ко мне как-то обратился один товарищ, очень богатый, в Днепропетровске. Он говорит, хочу загородный дом построить. Ну, говорит, вот, что не предложат мне участок, какое-то место? Ну, говорит, душа не лежит. Говорит, посмотри, помоги подобрать участок. Ну, я поехал, вот ему три варианта предложения. Захожу на один участок, беру рамочку, проверяю. Жить там нельзя. Там негативная энергетика страшная. На другой участок то же самое. На третий участок то же самое. Как-то говорят, по карме. Вот гадостей наделал по жизни. Вот не может себе место найти нормальное, где бы хорошо жилось. Скажи, кого еще нанять, чтобы нашли мне место. Я говорю, не найдешь. Не найдешь. Ты сто процентов гарантию даю, что мы сейчас к тебе домой придем, у тебя дома будет то же самое. Говорит, да, я там спать не могу. И жена болеет, и дети болеют. Ты задумайся, почему так? Что ты в жизни такого сделал, за что тебе вот такая вот благодарность, в кавычках, от жизни? Да ладно тебе там. Проходит некоторое время, через полгода, если не больше. Мы с ним встречаемся, совершенно вроде бы, случайно. Говорит, Володя, съезди, пожалуйста, со мной на участок. Ну, поехали. Участок нормальный. Я не скажу, что там райские условия, но нормальный участок. Я говорю, слушай, а что ж ты такого сделал? Что ж ты такого сделал? Ну, говорит, а я многое понял и передумал. Я многое передумал. Ну, начать с того, что в качестве покаяния, ну, каждый же по-своему ищет эти возможности, эти пути. Он пожертвовал очень большую сумму денег на благотворительность. Очень большую сумму пожертвовал. Как только он это переоценил, осознал, ему открылась возможность. он получил нормальный участок зимы. Хотя, мимо этого участка, говорит, сто раз проезжал. Но он был занят. А вот сейчас мне согласились его продать. То есть, вот такие вот моменты очень интересные. Рассказывать можно об этом бесконечно. Рассказывать можно бесконечно. я, ну, наверное, около тысячи квартир, участков земельных, домов обследовал, проверил по разным городам Украины, не только по Днепропетровску, здесь, в Харькове, приходилось. Очень часто приходится сталкиваться вот с подобного рода ситуацией. Когда меняется картина не от того, что кто-то там с кадилом прошел, а меняется картина от того, что человек начал по-другому относиться к жизни, по-другому думать и действовать. Я вот начал вам рассказывать о том, что живой мир, растения реагируют на наши мыслеобразы, как на реальность для них. я уже не буду рассказывать о Масару Эмото, который проводил опыты с водой, замораживал льдинки. После того, как какие-то слова произносил, вы об этом наверняка знаете, я вам приведу примерчик, еще один здесь по Харькову, один из Полтавы, один по Харькову. Вот когда я проводил тренинги по искусству общения с живой природой, подходит ко мне женщина, которую я отправил на экскурсию, есть там такой этап, элементы этого тренинга, подходит ко мне и говорит, слушай, пыталась разговаривать с деревом, молчит, молчит, ну хорошо, пойдем к этому дереву посмотрим, а у деревьев, знаете понятие чакра, да, энергоцентр, вот деревьев тоже чакры есть, только одна, одна чакра, независимо от размера дерева, ну показывай, как ты с этим деревом разговаривала, она так подошла, руки в боки, выражение лица, сама такая плотненькая, дерево, я тебя люблю, дерево, раз, и закрылось, реагирует, даже, казалось бы, опять, она же, я ж его люблю, я с любовью, как проявила ты эту любовь, другой мужчина подходит, я вот с этим вот кустом разговаривал, молчит, зараза, молчит, я говорю, скажи мне, пожалуйста, на каком языке ты с ним разговаривал, а как на каком, на русском, а он русского языка не понимает, да, а на каком с ним разговаривать надо, на языке чувств, на языке другом не разума, другой язык, вот другой язык отношения понимают, вот маленький примерчик, опять такой приведу, вот с группой мы пошли в лес в плане искусства общения с живой природой, да, зашли в лес, настраивайтесь, на самом деле это посложнее немножко, но для сокращения времени настраивайтесь, настроились, и вдруг появляется толпа молодежи с криками, воплями, с матом, и все почувствовали, как это бьет, как это больно, вот не на уровне просто слышу и неприятно, а как это больно, физически больно, и мы часто не понимаем, почему вот этот мир с нами не разговаривает, спиной поворачивается, вместо того, чтобы помогать, как у него в программе заложено, у всего живого заложено в программе, помогать человеку, человек с точки зрения иерархии жизни в этом мире на самой высокой ступеньке, и все, что вокруг есть низшего уровня, низшего, я не с пренебрежением, а так, как оно есть, как оно устроено, имеет программу помогать человеку, в чем суть вот этого тренинга по искусству общения с живой природой. Суть заключается в том, чтобы научиться приходить в такое состояние, когда если у тебя голова болит, тебе помогает не высушенная травка, а живые энергии. И часто получается вот такая штука, почему нам живой мир не помогает, хотя вроде бы обязан, да потому что он в нас людей распознать не может. Мы для этого живого мира по принципу пушкинской сказки родила царица в ночь, не то сына, не то дочь, ни мышонка, ни лягушку, а неведому зверушку. Вот мы чаще всего для окружающего нас мира мы вот эти самые неведомые зверушки, которых это же действительно с человеком не может, потому что человек так не ведет себя вот в той, в том образе, в той программе, которая в этот мир записана. Человек себя так не ведет, а если он себя так ведет, значит это не человек. А значит помогать ему нельзя, если эта форма жизни какая-то патогенная, надо наоборот сделать так, чтобы убрать ее. Мои друзья в Запорожье провели очень интересный такой эксперимент, не эксперимент, они вот просто решили на хортице вот просто взять и в лесной вот этой вот в лесном массиве нескольким дубам обрезать сухие ветки. Они на них полезли, пообрезали сухие ветки дубу, не яблони, не слив, не груши, замазали трещины на стволе, еще что-то. Но это ребята вот из категории, которые чувствуют, настроенные. они сказали, что такой волны благодарности они от людей не слышали. Поэтому есть возможность, воспользуйтесь. То есть вот что называется, все в разумных пределах. Можно жизнь положить на то, чтобы только ветки спиливать. Есть возможность, сделай. Есть возможность, сделай. Нет возможности, не делай, оно не пропадет. Оно ветром там обломится, потом еще там же тоже процесс саморегулирования есть. Но прояви уважение, прояви заботу. Это обязательно вызовет либо ответное, либо за прошлые грехи, образно говоря, какие-то нас простят. Эти же самые деревья, через них еще что-то. То есть это всегда выгодно. А как определить? А нужно это делать или не нужно? Вот у нас же есть такое четкое понятие надо. Надо или обязан. Вот что называется руки чешутся. Потребность такая есть. Чувствуете эту потребность? Сделайте. Значит вам это надо. Вам это надо. У другого не чешется. Это не значит, что он тупой, равнодушный и еще какой-то. а у него нет этой потребности, ему не надо ему это. А ему это не надо. И нет того, что он плохой, дурной еще. А у него нет вот этой цепочки причинно-следственной связи, которую нужно видоизменить в лучшую сторону. или как на востоке говорят индусы, улучшить карму. Ему это не надо. У него и потребности особой такой нет. То есть в первую очередь вот не столько, наверное, вот к мыслям и разуму, сколько вот к внутренним вот этим побуждениям прислушиваться. еще один важный момент, когда я начал говорить о мировоззренческих вот разного рода парадигмах. Мировоззрение это та земля, образно говоря, на которой мы стоим. Наш разум, наш интеллект. Мировоззрение, вот как я вижу все это. Вот из множества мировоззренческих парадигм мне понравилась одна из них. Я вам сейчас расскажу, если не возражаете. парадигма следующая называется Ньютоновская парадигма и Эйнштейновская парадигма. Мировоззренческие, ненаучные, мировоззренческие парадигмы. Там они из нескольких положений состоят. Я всего два приведу. Первое. Что из себя представляет мир, в котором мы живем? Первый вопрос, на который парадигмы одна и вторая отвечает. И второй вопрос, это кто мы, люди, в этом мире? Одна парадигма и вторая парадигма. Как отвечают на эти вопросы? Вот оказалось здесь вроде бы, на первый взгляд, несовместимые вещи. На вопрос, что из себя представляет окружающий мир вокруг нас, ньютоновская парадигма отвечает, мир вокруг нас, это физические тела, существующие в пространстве времени. Скажите, кто с этим согласен? Поднимите руки. Мир вокруг нас, это физические тела, существующие в пространстве времени. Кто согласен? А что Эйнштейновская парадигма говорит по этому поводу? Эйнштейновская парадигма говорит, мир вокруг нас, это взаимодействующие энергоинформационные поля, а пространство и время являются результатом или следствием этих взаимодействий. Взаимодействующие поля. все, что материальное, это результат взаимодействия этих полей энергоинформационных. Кто с этим согласен? Поднимите руки. И я согласен. Второй вопрос. А кто мы, люди в этом мире? Ньютоновская парадигма. Не поверите. Ньютоновская парадигма говорит, мы человеческие существа, стремящиеся стать духовными. Кто согласен? А что по этому поводу Эйнштейновская парадигма говорит? А Эйнштейновская парадигма по этому поводу говорит, мы духовные существа, стремящиеся стать людьми. Кто с этим согласен? Казалось бы, можно на этом закончить. А давайте поглубже посмотрим. А что такое духовное существо? И чем оно отличается от человеческого существа? Самое главное в этих парадигмах единое что? Что мы еще не люди. В одной парадигме мы человеческие существа, а в другой парадигме мы духовные существа, но мы еще не люди. Это нормально, мы еще дети. Так в чем разница? Что такое духовное существо? Когда мы говорим дух, это нечто нематериальное, эфемерное, а если перевести на научный язык, это поле, поле, энергоинформационное поле, торсионное поле, неважно, вот такое состояние. Это человек, у которого 7 метров духовные составляющие, 7 метров полевой структуры, полевой функции. значит человек это тоже поле, духовный человек. Это тоже поле. Когда мы говорим о том, что мир вокруг нас это взаимодействующие энергоинформационные поля, а пространство и время следствие этих взаимодействий. Человек, имеющий полевую функцию, участвует во взаимодействии, то есть участвует в формировании и создании пространства и времени вокруг себя. то есть получается интересная штука. Есть люди, которые имеют ярко выраженную полевую функцию, мы говорим духовные люди, да, есть люди, у которых что называется вот эта полевая функция, то бишь духовность, она низкая, низкого качества, а значит они меньше могут участвовать в формировании пространства и времени, то бишь мира вокруг себя. Поэтому получается интересный выход из ситуации, когда спорят, а человек хозяин своей судьбы или у него в жизни все предопределено. Ты вот когда у человека есть это полевая функция, он в состоянии менять мир вокруг себя, а значит он активный участник, более или менее от многих факторов зависит того, как выстроится его жизнь. Человек, у которого духовность на нуле, что называется, ну нет таких, у кого на нуле просто, меньше я, он меньше способен влиять на то, что с ним вокруг происходит. Поэтому правы и те, и другие. Только это будет относиться к конкретным людям. Один человек может влиять, а другой нет. Один больше может влиять, другой меньше может влиять. Поэтому получается, когда мы говорим о том, что сегодня время, когда внутренняя потребность у людей, у многих, вот, к духовности идти, не путать это с религией, не путать это с какими-то другими там проявлениями. Это, ну, будем говорить, как ребенок растет, вот это неизбежно. Это степень эволюционной зрелости человека. Он рано или поздно все равно будет. он рано или поздно будет обладать вот этой полевой функцией. Поэтому споры в отношении, а кто прав, кто не прав. Фаталисты или те, кто говорят, что хозяин своей судьбы человек. И те, и другие правы. Только по отношению к конкретной личности будет тогда понятно, кому и к чему подходит больше вот это, вот это. Простейшая вещь. Вот не нравится мне эта формулировка, я все равно вот так скажу. Мне показали, образно говоря, то есть я увидел, что делает с нашим внутренним миром одно единственное несчастное матерное слово. Что оно делает? Вот сначала показали, ну, мне очень трудно в этом отношении передать вот какой-то образностью. Бесконечно красивое, нежное, тонкое переливание вот чего-то живого. Вот это наше биополе. Вот так оно может выглядеть. И матерное слово. Как будто по этому, вот этому бесконечно красивым прошли с напалмом. Черные образ да выжженные. И когда я это увидел, мне так страшно стало. Это совершенно неожиданно было. Так страшно стало. Ну, набрались, набрался терпения, посмотрел, что дальше будет. Где-то через 3-4 минуты восстановилось. восстановилось. А вот там, где систематически этот лексикон используется, там рубцы. Вот как кожи на теле, шрамы и рубцы, вот так и там. То есть, когда мы начинаем вот видеть, на что способны и мысли, и слова, не говоря уже о действиях и поступках, мы начинаем, задумываясь над этим, создавать вот эту фундамент, эту базу нашего будущего здоровья и нашу базу будущей жизни. Когда мы начинаем к истокам приходить, хорошо у нас хоть кто-то что-то, что называется, ляпнул и обратил внимание, извинился, это уже первый шаг, когда я заметил, что я что-то не так делаю. следующий этап предупреждать такие вещи. Если я такую цель перед собой поставил, опять, можно тренингами заниматься какими-то, знаете, вот для меня тренинги, вот когда чисто, вот что называется, вот какой-то элемент отрабатывается, мне больше вот как-то напоминает, знаете, опыт с собаками Павлова, когда условные рефлексы формируются. Я все-таки предпочитаю работать через сознание, через разум, а не через, так сказать, рефлексы. Хотя и то, и то тоже нормально, но мне больше вот это нравится. То есть, если я перед собой такую цель ставлю, я начинаю замечать в себе надвигающиеся признаки шторма, то бишь негатива, раздражения еще чего-то на той самой ранней стадии, когда я с ними могу справиться. Стоит только цель такую поставить и каждый может к этому прийти. Предтечу в начале в самом зародыше почувствовать и остановить. Запретить. Тогда, когда уже, так сказать, захватило, когда ты уже, так сказать, в эмоциях, во всем остальном, остановиться тяжелее. Вот когда ты на уровне предшествующем, когда это только зарождается, вот тогда с этим справиться легко. А самое интересное заключается в следующем. Когда через вот эти вот этапы пройдешь, тебе кто-то что-то сказал и ждет, когда ты ответишь бурно, а тебе не хочется. Не хочется. Не хочу. Не потому что хорошо, плохо, не обсуждаю. Не хочу. Улыбнулся и все. То есть организм уже натренирован. Вот сегодня любят вот такое вот выражение программирования и самопрограммирования. вот это все хорошо, но когда говорим о программировании и самопрограммировании, оно немножко как-то вот бездушное, черствовато чуть-чуть, да? Я бы все-таки сказал, что это программирование и самопрограммирование это некий один из элементов воспитания и самовоспитания. Добавить сюда еще немножко, так сказать, этической стороны. Подключить и другие сферы, а не просто информационные какие-то. То есть мы с вами спокойно можем заниматься самовоспитанием, самопрограммированием как элементом самовоспитания. И для этого не надо ни семь пядей во лбу, для этого не надо ни дорогостоящих каких-то инструментов, приборов, еще чего-то. Это все достаточно просто. Это все достаточно просто. Единственное, это немножко непривычно. Раз, распространять вот эти элементы, так сказать, самовоспитания на те области, о которых я сейчас говорил, просто у нас опыта часто не хватает. Вот именно туда направить свои усилия. Но это все работающее. И настолько хорошо работающее, что просто сложно себе вообразить, представить. Насколько просто и легко мы можем изменить обстоятельства своей жизни, изменить состояние своего здоровья, свое самочувствие. Насколько легко, потому что все внутри нас заточено на это. Все заточено. Все это мы знаем. Просто компьютерная образность современная, она позволяет найти название тому, что с нами происходит. Вот у нас все это есть, все это заложено, нам говорят часто. Надо вспомнить. Надо вспомнить. Вот с точки зрения общения с компьютерами, там есть другая формулировка, которая, наверное, больше подходит. Не вспомнить, а инсталлировать. Инсталлировать те вот эти внутренние программы, те внутренние процессы, которые в нас есть. А чтобы инсталлировать, что нужно, надо знать, что ты инсталлируешь. Настолько все просто, мы настолько совершенны по задумке, по устройству, что очень легко все делается. Главное поставить перед собой цель. И, как еще любят психологи говорить по этому поводу, и освободиться от противоречащих установок. Если я собираюсь себе инсталлировать вот эти вот процессы, связанные со здоровьем, а у меня установка сидит здесь, чушь собачья, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Все, процесс блокируется, замедляется. для этого где-то нужны тренинги, для того, чтобы разблокировать. И то тоже через понимание, через сознание тоже это можно делать. Ну что, вот понимаете, что я могу долго и много на эту тему говорить, но вынужден закончить, потому что времени уже прошло почти два часа. Как мы с вами общаемся? Наверное, вы устали? наверное и не совсем правильно так долго заниматься, поэтому я на этом закончу, хотя наверное и десятой части не сказал того, что мне хотелось вам сказать. Ну и есть несколько минут для того, чтобы на вопросы ответить. Потенциал, возможность человека. Сколько лет может человек жить? Сегодня специалисты все больше и больше начинают сходиться. Не духовного плана, а физического плана специалист, которые там телом занимают всем остальным. А ресурс и потенциал человеческого тела 150 лет. Но если они говорят 150, то включая те процессы, о которых мы с вами говорили, ресурс гораздо больше. С теми специалистами, которые занимаются этими вопросами, связанными с геронтологией, там еще какими-то вещами. Это не мой конек, но у меня есть хорошие знакомые, достаточно авторитетные в мире, которые говорят, что в принципе в пределах 600 лет человек может жить. Опять вопрос заключается в другом. Кто-то может, кто-то не может. Вот здесь много разных факторов. То есть сказать, что вот сейчас я что-то сделаю и все 600 лет будете жить. Или кто-то вот так сделает и все 600 лет будут жить. Ну, это неправильно, скорее всего. А вот с точки зрения опять-таки потенциала, с точки зрения инсталлирования тех программ, которые позволяют увеличить продолжительность жизни, да, те, кто больше сумели разобраться и инсталлировать, это одно. Те, кто меньше, другое. Следующий момент в этом отношении из опыта, который вам хорошо известен, да и большинству здесь сидячих. Вспомните времена дефицита. Помните, как мы называли людей, которые сидят на дефиците? Нужные люди. И как мы к ним относились? Чтобы он там как можно дольше просидел, да? Чтобы его услугами можно было пользоваться. Скажите, пожалуйста, с точки зрения живого мира, люди, которые содействуют жизни в своей деятельности, как они с точки зрения живого мира, ценные. Ценные, значит, они будут все делать для того, чтобы такие люди жили дольше. станьте нужным и полезным человеком для окружающего мира. И он будет всеми силами содействовать тому, чтобы жить долго и счастливо. Но я вам хочу сказать, что то, что сегодня в мире происходит, оно как раз и идет к тому, что раскрываются вот эти вот неинсталлированные раньше программы. Почему раскрываются? Потому что Земля как живое существо на другом этапе своего развития. А вот без людей она этот этап пройти не сможет. Мы как человечество для Земли ценность. Никто заменить нас не может. И когда начинают говорить о том, что вот нас природа сбросит там и все остальное ерунда это полная. Земля без нас как без части но сферы как в свое время Вернадский говорил, она жить не может полноценно. Мы ей нужны. Если бы мы ей не нужны были, она бы давно от нас избавилась. Мы нужны. Почему нас слишком много перенаселения? Чем мы нужны? Вот одна из теорий. Мы способны передавать из из вот этих тонких сфер или как говорят с божественного мира. Энергии излучения на землю мы люди больше никто не способен. Ей эти энергии земле нужны для развития. Почему нас слишком много? Потому что КПД у нас меньше чем паровоза. Поэтому количеством количеством а такое количество до 400 до 600 лет содержать наверное невыгодно этому миру. Потому как мы еще наплодим за это время в 3 раза или в 5 раз больше. Поэтому здесь много вот этих моментов. И все заинтересовано в том чтобы КПД было выше. А это через осознание опять. КПД выше. КПД выше будет. Меньше людей нужно будет. Кто не соответствует будут уходить. То есть законы жизни никуда не денешься. Чем Харьков замечательный город? Одна из причин чем Харьков замечательный город? Что в Харькове есть книжная балка? И на этой книжной балке наверное самые дешевые в Украине книги. Когда я приезжаю в Харьков я на книжную балку обязательно захожу. И как правило с торбочкой оттуда домой еду. Поэтому советую на книжную балку в первую очередь. А дальше подскажу хитрость. Там же литературы множество великое. А как выбрать то, что мне нужно? В свое время по глупости я столько лишнего и накупил и начитался. Теперь я действую по очень простому принципу. То, что мне нужно организм знает. Внутри у меня есть знание, что мне нужно и где это найти. я иду на книжную балку, смотрю на книги, а руки у меня тянутся. Вот притянулась к этой книге, взял, полистал. Вообще с этой точки зрения уникальные вещи начинают происходить с людьми, которые действительно собираются расти, работать над собой. Чудеса. Звонок в дверь ко мне. Приходит какая-то женщина. Мне вот там наверху сказали, что я должна вам вот эту книгу принести. Дает мне книгу. Я беру эту книгу, открываю, глаза упираются в несколько предложений, и я понял, что мне этого не хватало для того, чтобы у меня там фрагменты мозаики сложились. Я закрываю книгу и говорю, спасибо большое, вы мне очень помогли. Отдаю и она пошла. Поэтому очень часто можно делать просто и бесплатно. Подошел к развалу, взял книгу, открыл ее, прочитал то, что там написано, и она тебе больше не нужна. И положил на место. И тогда книжный рынок превращается в большую публичную библиотеку. Бесплатную. Пробуйте. Когда я был молодой, когда мне 40 лет было, меня спрашивали, сколько вам лет? А я делал умное лицо и говорил, какой возраст вас интересует? По паспорту, биологический, количество реинкарнаций, количество земных реинкарнаций или космических реинкарнаций. То есть, уже тогда для меня понятие реинкарнации в общем-то было вполне естественным и нормальным. Вопрос опять, то, что мы называем вот этим словом реинкарнация, ведь все, что мы называем тем или иным словом, это всегда загрубление, чего-то большего и чего-то более, так сказать, тонкого, емкого и значимого. Маленький пример. Восход солнца, да? Вы сможете словами описать, это всегда будет более грубо и примитивно, чем то, что есть на самом деле. Поэтому, когда мы говорим термином каким-то одним, реинкарнация или еще что-то, мы уже загрубляем и создаем некую модель, которую в состоянии наш разум просто принять, вот упрощенную какую-то модель. Потому что эта модель с точки зрения того, что реинкарнация значит было прошлое время, это было в прошлом, а сейчас я живу в настоящем, потом будет будущее, а с точки зрения единства, единого целого, время едино, там нет ни прошлого, ни будущего, ни настоящего. И когда мы начинаем говорить о реинкарнации с позиции прошлых жизней, мы как бы вот этот процесс моделируем, некую модель, которая способна наше сознание, наше воображение как-то проживать. За этим понятием что-то более глубинное. Но то, что мы не в первый раз и не в последний раз большинство здесь сидящих приходим в этот мир, ну, в общем-то, наверное, практически всеми современными специалистами, не только современными, которые занимаются исследованием этих вещей, оно вполне естественно. То есть, для них нет вопроса, существуют они или не существуют. Это некая данность, которую как аксиома в науке обсуждать, так сказать, даже и не принято. То есть, мое отношение позитивное. Позитивное с какой точки зрения? Понимание самого вот этого понятия реинкарнация позволяет зацепиться нашему разуму за некие явления и процессы, что-то проанализировать и выстроить, исходя из этого знания, некие какие-то полезные, позитивные установки, утверждения, мысли и так далее. То есть, вот с этой точки зрения сказать, что понятие реинкарнации мы описываем некую истину в последней инстанции, скорее всего, нет, как и любым другим определением, любой другой формулировкой. Удовлетворил? Все ходим под Богом. Значит, у каждого из нас есть шанс и возможность, что будет гораздо лучше, что случится что-то лучше, чем я думаю и представляю. Вот у меня одна из, будем говорить так, фраз, которые я друзьям своим дарю, и многие пользуются ей. Все будет намного лучше, чем я могу себе вообразить. Намного лучше, чем я могу вообразить. Все под Богом ходим, потому что Бог может сделать для меня очень много хорошего. Здесь опять где-то весы, колебания между черным и белым. Нет, ни черного, ни белого. Бог это любовь. Меня меньше всего интересует, что говорят другие. Важно, что говорю я. Для меня важно. для меня важно. Другие могут говорить и думать как хотят. У меня есть своя точка зрения. Я придерживаюсь этой своей точки зрения. Да, эта точка зрения не распространяется на весь окружающий мир вокруг нас, но эта точка зрения распространяется на мой внутренний мир. В моем внутреннем мире я Бог. Каждая клеточка в моем мире признает то, что я думаю, как я формулирую, признает меня Богом. Это не отрицает, что существует все Вышние и прочие, но для своего внутреннего мира я Бог. Я его формирую и я стараюсь его формировать так, чтобы этот мир был гармоничен, так же, как и Бог, наверное, хочет, чтобы все вокруг в гармонии находилось. И это не проявление какой-то гордыни или еще чего-то. Я не распространяю это на весь мир и не навязываю это кому-то другим. Это мой личный эксперимент в моем мире. Любая установка, которую я, так сказать, культивирую, которую я в себе развиваю, это мой личный эксперимент в моем личном мире внутреннем. И наверное, это и гуманнее и справедливее, чем когда начинают эксперименты ставить над другими, навязывая им свои какие-то формулировки и утверждения. Зато у меня есть полная возможность проверить, что называется, на себе. Я себе вот такую установку даю, что со мной происходит, как мой внутренний мир меняется. Я другую установку себе даю, смотрю, как она влияет. И это не мешает другим людям. Я никого в эти эксперименты не втягиваю. Потому что если что-то делать и советовать другим людям, сначала проверь это на себе. Проверь это сначала на себе. Проверить очень просто. Очень просто. Сделайте установку себе, посмотрите, как она в жизни отразится. Что такое Бог? Постичь нам на нашем сегодняшнем уровне развития с помощью того аппарата, который у нас на данный момент сформировался, невозможно, на мой взгляд. Примерно так. Спросите у ребенка, что такое, кто такой взрослый человек. Он даст определение с точки зрения ребенка, но он не был взрослым, он не знает, что такое взрослый человек. У него какие-то свои представления. Вот у нас на сегодняшний день, с точки зрения Бога, такие представления. Эти представления отдельными чертами, рисочками, фрагментиками можно можно обозначить вот то, что, скажем так, мое сознание, мой разум на сегодняшний день в состоянии дать характеристику каким-то отдельным моментом. Для меня стопроцентное Бог это любовь. Причем любовь это не, вот знаете, о чем мы больше всего мечтаем, о чем мы больше всего говорим и чего мы меньше всего в этом мире имеем. Любовь. Вечный дефицит. Да? А говорим и думаем об этом очень много. Вот то, что мы понимаем под любовью, это опять представление ребенка маленького, так сказать, еще неразвитого с точки зрения того, что она из себя представляет. То есть когда мне вот какие-то моменты говорят, я даже привык вот где-то самого себя ставить на место периодически. Мои представления несовершенные. Когда я говорю любовь, потом тебе стоп, да я ж не знаю, что это такое, я знаю кусочки, фрагменты, мои представления об этом несовершенные, но то, что я знаю об этом, то, что я испытал, даже маленькое, когда говорят Бог это любовь, я представляю себе это во много раз большим, и мне уже хорошо, и мне уже хорошо. с другой точки зрения, с точки зрения эволюции, это существо, которое намного витков в эволюции нас опередило, и мы не знаем, мы не можем себе представить и вообразить, какое оно, но зато очень важно с точки зрения понимания взаимоотношений своих с Богом, а через Бога с жизнью, вот когда мне говорят, а кем ты чувствуешь, вот что для тебя Бог, вот многие говорят, Бог это Отец, да, знакомое выражение, знакомое, но часто путают и дают Богу черты и характеристики своего отца биологического, то есть часто между Богом, отцом и мной стоит образ моего земного отца, когда я был еще маленький, когда я еще был неосознанный, в неосознанном состоянии, я воспринимал отца как Бога, но это полдела, как вы оцениваете Бога, кем вы считаете себя по отношению к Богу, вот это интересный вопрос, а кем вы себя считаете по отношению к Богу, и вот здесь начинаются расхождения, ой-ой-ой, какие, да, кто-то раб Божий, кто-то слуга Божий, кто-то еще что-то, а попробуй где-то заикнись, что ты считаешь себя сыном Божьим, до тебя вот признать, что Бог отец, да, проблем нет, да, а признать, что ты сын, не, нельзя, да, и даже не осмеливаемся зачастую, и вот тогда еще один из постулатов таких, на которых держится вопрос, связанный с тем, что я могу в простом прикладном плане, хотя бы с позиции своего собственного здоровья, что я могу простой вопрос, если я признаю себя ребенком Божьим, дитей Божьим, да, вопрос, я плох, я плох, у меня и то не так, и то не так, и то не так, скажите, пожалуйста, честно и откровенно, Бог всемогущ, всемогущ, мудр, мудр, скажите, пожалуйста, он мог схалтурить, создав что-то по своему образу и подобию, и это халтурой было, да, невозможно, если я признаю себя сыном или дочерью, значит, во мне халтуры нет, значит, мне раскрывать потенциал нужен, нужно, то, что мне по наследству не от биологических родителей пришло, честь и махвала, спасибо большое, а тот потенциал наследственный, который от Бога идет, а там абсолютное здоровье, этот потенциал абсолютное здоровье, если говорить сегодня о неком, вот, как многие вещи, так сказать, проверяются, контролируются, прочим, есть образец, эталон, соответствует эталону, не соответствует эталону, у нас в некоторых прикладных вещах, связанных там с медициной и прочее, гены, наследственность, гены, наследственность, на физическом, о, это наследственное заболевание, все, в 99 случаях обречен, да, неси это наследственное заболевание, а если ты наследственность ведешь оттуда, что сильнее, какая наследственность сильнее, способна она вот эту биологическую наследственность преодолеть, исправить или нет, думаю, да, и вот, когда мы понимаем, что эталон, он в нас заложен, и мы сами этим эталоном являемся, по большому счету, значит, нам к этому эталону нужно обратиться, раз, и приучить весь свой организм функционировать в соответствии вот с этим эталоном, а не с биологическим каким-то, да, это работа, это колоссальная работа, это на многие, может быть, и десятилетия, и века, и тысячелетия работа, прийти к этому божественному эталону, который внутри каждого из нас находится, ну, когда-то начинать надо, чем раньше, тем лучше, чем отличаются, допустим, медики от других людей, с точки зрения человеческого организма, человеческого тела, да, они циники, они циничны, по-своему, да, они по-своему циничны, не воспримите вот то, что я буду говорить с позиции того, что я циничен душой и сердцем, но с точки зрения понимания процессов, вот здесь требуется иногда просто-напросто, вот, что называется, отделить одно от другого, во-первых, по карме наказание, да, значит, они что-то где-то там не так сделали когда-то, возможно, цепочка причинно-следственных связей привела а вот к этому состоянию. Цепочка причинно-следственных связей. Отследить по каждому из этих людей достаточно сложно. Вопрос заключается в следующем, вот это нынешнее состояние его, этого человека, как можно оценивать, мы оцениваем как болезнь, да, а с точки зрения глубинной, как мы говорим, очистки души и еще чего-то, то, что мы называем болезнью, часто является выздоровлением. То есть, получается, через вот это вот состояние человек выздоравливает. Вот через это дискомфортное выздоравливает, потому что очищается что-то более глубинное. Как к этому отнестись? вопрос. Как к этому отнестись? Если относиться с позицией кармы, с позицией кармы относиться как око за око, зуб за зуб, да? Ты сделал какую-то гадость, получил, справедливо, болеешь, получил за это, ну и мучайся. Ну, наверное, здесь немножко и другое. Это больше гуманизма к этим вещам подходить, да? То есть, можешь помочь, помоги. Причем, то, что считается, будем говорить так, душевно больные люди и прочее, вы знаете, вот у меня особое, как бы, отношение к тому, что называется диагноз. Диагноз. С чем это связано? Это связано с тем, что внутри нас постоянно происходят какие-то процессы, что-то изменяется, да? Образуются, появляются дисгармонии вследствие, опять-таки, образа мыслей, слов действий. С точки зрения прошлого чего-то, с точки зрения родовых каких-то вещей, неважно. Как правило, это все вот некий хаотичный набор дисгармонии. Вот, чтобы легче было, взяли вот этот вот хаотичный набор, систематизировали в виде диагноза. Вот это вот текущее, меняющееся, закрепили в виде этого диагноза. И стало так. И стало так. то есть, иногда получается ситуация, что то, что у человека в данный момент какая-то болезнь, какое-то заболевание, какой-то дискомфорт и прочее, это ступенька в излечении более важных и более глубинных каких-то вещей. то есть, ну, я с уважением отношусь и к медицине, и к науке медицинской и прочее. Но скажите, пожалуйста, лечить больного и лечить выздоравливающего это одинаковые вещи? Это разные вещи. Разные вещи. А вот на уровне нынешнего понимания вот он диагноз, а почему оно так сложилось? И как оно дальше будет развиваться? Вот программы написаны, если диагноз вот такой, то дальше пойдет вот так. Предопределили. вот когда мы начинаем говорить, как вы относитесь к гаданиям? Гаданиям, как вы относитесь? Я говорю, а вы знаете, что из себя процесс гадания представляет? Нет ничего в этом мире предопределенного. Или, как это говорят, будущее многовариантно. Оно может вот таким, вот таким, вот таким быть. Из этих множества вариантов складывается вариант, который имеет наибольшую степень вероятности. Вариант вот такой, будет вот так, вероятность 70%. Будет вот так, вероятность 20%. Будет вот так, вероятность вот такая. То есть набор причин действий каких-то, мыслей и прочее привел вот к такому раскладу, как картежники говорят, вот такой расклад. Вероятность вот этого такая, вот этого такая, вот этого такая. Гадалку, если взять, какую вероятность она улавливает быстрее, какую она видит? Та, которая с наибольшей степенью вероятности. Вероятность 70%, она видит, эта гадалка или гадатель, как уже событие. Как уже событие. но там всего лишь 70%. А человек поверил и принял, что он сделал? Он увеличил вероятность того, что это событие произойдет. Но здесь, слава Богу, хорошее выражение. Все мы под Богом ходим. И не всегда то, что мы сделали, так сказать, у себя с самой высокой степенью вероятности, оно произойдет. слава Богу. Но суть заключается чаще всего вот в этом. То, что мы принимаем, мы увеличиваем вероятность этого события. Мы приняли, что у нас вот такой диагноз, и что если ничего не делать, это приведет вот к таким последствиям. Вероятность того, что так произойдет, намного повышается. Все. То есть как относиться к этим гаданиям? Еще раз. Вероятность. Относиться следующим образом. Предсказали гадость? Не поверил. Пошел к другой? Да, предсказала хорошее. Принял. Увеличил вероятность? По крайней мере, ты все сделал для того, чтобы было как лучше. Гадают по рукам. Хироманты, да? по линиям на руке. Хиромантам много раз приходилось сталкиваться с тем, что у человека линии на ладони менялись после того, как что-то в его жизни привело к изменениям. Он резко осознал что-то, что-то понял, какое-то событие с ним произошло. Меняются. Меняются. То есть воспринимать как некую абсолютную истину, то, что гадалка сказала. Нельзя. В чем сила гадалок? Потому что они затрагивают. Вот когда мы говорим будущее на несколько лет вперед, да? Сколько у нас клеточки живут в нашем организме? от нескольких секунд до нескольких часов. Несколько дней максимум все обновляется. Зато информацию, которую они имеют, они передают туда дальше. Вот если я это принял, значит, вот это поколение свято, как священное писание, передает туда дальше вот эту информацию. и является причиной. Передал информацию туда, это уже причина, за которым следует следствие. Потому что уходят, мы же верим, мы приняли, и мы приняли на такой уровень, на такую глубину, что оно через несколько лет, там мы сами ничего не нарисовали еще. Своим вопражением, своими планами, целями, мы ничего не нарисовали, но уже нарисовали там себе большой крест, или позволили кому-то нарисовать там большой крест. И стало так, что нарисовано, то сбывается. Поэтому не пускать негативную информацию далеко в свое сознание, подсознание, сверхсознание, куда угодно. Не пускать. С точки зрения психологического и прочего здоровья. Вот когда период инфекционный, мы что одеваем? Маски, чтобы не заразиться. Вот одевайте эти маски, когда вас начинают пугать. Когда вас начинают пугать. Потому что чаще всего эти пугалки имеют вполне конкретный интерес. Либо материальный, либо энергетический. Материальный интерес, когда из нас хотят денежку вытянуть, пугают нас, болезнями, еще чем-то. А энергетический интерес выпить наши энергии. Это банальный энерговампиризм. Разницы никакой. И те, и другие от нас хотят получить. Используют для этого вот такое средство. Страх прекрасное средство, которым руководствуются вампиры. Страх прекрасное средство, которым руководствуются махинаторы финансовые. Нам с вами страх не выгоден. Никому из нас. Если нам его кто-то навязывает, значит это выгодно кому-то. Но не нам. Ну а зачем на дядю работать и делать то, что нам невыгодно. Как только вы понимаете, что вас начинают запугивать, от вас чего-то хотят. Если вы это приняли, вы уже дали свое добро и согласие. Ваш выбор вы можете принять, можете не принять. Вообще об этом можно до бесконечности говорить. Ну что ж, я вас благодарю за то, что у вас такое терпение, что вы слушали. Надеюсь, что что-то в вашей жизни при вашем желании изменится. Спасибо. Спасибо большое вам. Поблагодарим нашего гостя Владимира Разиковича. Я надеюсь, что сегодня все стали немножко добрее, светлее, умнее, лучше, правильнее, что сегодняшняя встреча не прошла зря и будем надеяться, что она не последняя. Спасибо вам большое. У меня есть немножечко способности энергетические, такие сверхъестественные. Бывают случаи, когда приходится пользоваться. Во-первых, мне очень понравилось то, что я встретила единомышленника, который рассказал более конкретно вещи, которые, знаете, как он говорил, философски, мы относимся к чему-то, что-то чувствуем, что-то ощущаем, но на уровне конкретного понимания не было некоторых понятий. И мне очень понравилось то, что я услышала. Понятие Бог, это очень важно для меня, как другие люди это все воспринимают, реакция зала, как неоднозначно все это. Такие понятия, как информационное поле, то есть насколько действительно это может быть грубо воспринято, насколько это может быть воспринято действительно на том уровне, что мы идем только туда, где нужно все это понимать, куда-то стремиться. и в этом отношении я бы хотела вот таких встреч чтобы были еще. Мне очень понравилось то, что будут тренинги. Я обязательно с этим человеком свяжусь и хочу у него узнать единомысленники, с кем еще можно будет встречаться. мне очень понравилось то, что я подчеркнула, я надеюсь, приду сегодня домой и пропишу все то, что я запомнила, чтобы через время перечитать и сделать какие-то выводы. Очень понравились притчи, которые были рассказаны, очень понравился настрой на позитив, в принципе, он у меня по жизни и так есть, но такие встречи помогают этот настрой поддерживать. Владимир Азикович человек очень светлый, позитивный, яркий, который несет свет, добро, мир, любовь людям и пропагандирует это, а этого сейчас нам очень не хватает и мне кажется, что именно такие встречи делают людей добрее, светлее, лучше и то, что сегодня произошло, мне кажется, это тоже маленькое чудо, потому что ни один человек сегодня не вышел из зала равнодушным, все очень живо реагировали, все высказывали какие-то свои мысли, вопросы, эмоции. Я очень верю, что эта встреча не последняя и то, что поскольку люди очень заинтересованы в этом, то такие встречи будут продолжаться, если это будут или какие-то тренинги, серия тренингов, я знаю, что у него есть много разных серий тренингов или просто какие-то встречи, то это будет иметь какой-то очень хороший позитивный результат и это будет прекрасно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова